девчонки всем привет добро пожаловать на мой канал я сейчас сижу распаковываю селек и думаю почему я не делаю это вместе с вами уже достала две позиции думаю где моя камера надо подключиться и первые эмоции с вами поделиться у меня небольшая в этот раз посылочка кстати у них сейчас появился раздел который называется новый год там можно найти дорожки новогодние салфетки скатерти по моему шторы были я решила скатерть в этом году не заказывать а хотя их очень люблю но знаете так подумала что скатерть активная посуда закуски все на свете это будет чересчур а лятости на столе лучше я застелю белую скатерть я у них заказывала с кружевом обалденные кстати и дорожки смотрите я уже их распаковала вот не успела вместе с вами покажу первую вот такую вот темно-синюю это дорожка идет у них набивная она из разных размеров я выбрала 145 на 45 если я не ошибаюсь а значит набивная называется волшебный шар она чуть более плотная чем вот вторую я вам покажу но мне кажется мрачновато для меня но может быть кому-то на подарок кто любит потому что по качеству обалденная были такие дорожки еще красные в клеточку елочки нарисованы белые с такими игрушками новогодними в общем там есть из чего выбрать загляните и смотрите сейчас я ее сложу аккуратненько вот у них часто такая вот красивая нашивка называется love весна home текстиль тоже выглядит очень стильненько и красиво вторая дорожка мне понравилось больше хотя она попроще эта дорожка 42 на 142 называется напомню имбирный пряник до имбирный пряник серый у них есть серая расцветка и еще одна вот я думаю она будет одной из моих самых любимых смотрите она идет чуточку как сказать не такая плотная как предыдущая но безумно красивая это у нас уже рогожка а то набивная ткань это же здесь есть вот это вот нашивка как-то она больше уюта что ли придает мне кажется такие дорожки будут очень актуальны и как новогоднего дальше дальше у нас поинтересней а вы наверное видели популярные костюмы сейчас они идут по отдельности и добавили новые расцветки я эти костюмы до этого не заказывала но девочки в своих обзорах очень их хвалили называется он туника кайли я выбрала графит была еще бежевая 56 размер вот это удобно конечно ну мало ли вы испортите здесь у нас состав стопроцентный хлопок это кулирка посмотрим как он будет носиться я люблю когда в составе есть немножечко эластана либо какой-то синтетики тогда вещь лучше себя держит в носке видите такая вот расклешенная кофточка супер тоненькая также расклешенные здесь рукава вот так выглядит ну для дома точно классно будет да есть поактивнее я выбрала маленький рисунок есть надпись на всю грудь по моему i'm brilliant что-то такое еще какая-то надпись в общем девочки есть из чего выбрать костюмов много не бывает и конечно же к нему вниз вот значит леггинсы женские с лампасами графит тоже в пятьдесят шестом размере я почему-то думала что здесь есть немножечко синтетики для дома а может и даже на улицу вот лазинки классные видите здесь вот такие вот лампасики внизу нет резинки просто вот такая вот строчка резинка не тугая комфортная я думаю будет интересно смотреться кто заказывал девочки напишите знаю что среди вас а вот здесь смотрите 95 процентов хлопка и 5 процентов лайкры это очень круто есть шанс что будет держать форму в коленках вообще мне очень нравится ткань у них двух нитка помните вот эти вот костюмовый образный вырез двух нитка себя великолепно ведет не вытягивается не в груди не в коленках и вы можете после да там каждого надели сразу же не кидать стирку что пришло форму вообще супер так что такие вот ластинки будем с вами мерить цвет приятный да так еще я заказала вот такую новинку это у нас футболка женская мега темный синий мишки тоже пятьдесят шестой размер это стопроцентный хлопок но не забывайте что после стирки хлопок может немножечко сесть это вот такая вот футболочка довольно таки широкая что мне нравится длинненькая но по меру конечно же покажу но так выглядит мне кажется симпатично правда еще один костюм такой у меня есть но сейчас продается по отдельности называется он тифани вы наверное видели зеленая такая свободная футболка и шортики сейчас есть он же по отдельности и я заказала себе м для разнообразия оттенок антрацит пусть и самый комфортный костюм потому что ничего не стягивает все настолько комфортно свободно ты носишь одно удовольствие так его я заказал 54 размер потому что он у нас идет оверсайз и даже 54 на мне смотрится очень свободно но всяком случае зеленый так смотрелся там по моему оттенок хвойный очень красивый здесь уже ткань другая другая девочки ткань здесь у нас состав 95 процентов хлопок и 5 процентов лайкра но я чувствую что там была немножечко другой ткань а вот широкая свободная футболка должен свет стройнить меня и шортики я вот сейчас даже зеленый нашу с удовольствием просто такие вот шортики так что если вы обычно заказываете 56 то берите 54 вообще берите на размер меньше своего потому что свободные они очень есть карманы резинка очень комфортная не тугая она не переворачивается вот так вот не сворачивается как некоторые и вот такие вот у нас с вами штанины здесь написано василек вот что касается шорт у нас состав 95 процентов хлопок и 5 процентов лайкра замечательно замурчательно я бы даже сказала еще я заказала полотенца потом часть на подарок части и сумку шоппер все здесь на пустом сумку шоппер я взяла себе чтобы не покупать постоянно пакеты это эко сумка шоппер из саржи на молнии называются лук цвет светлый серый у них есть на молнии без молнии мне кажется круче на молнии да и тут внутри есть карманы вот такой вот шоппер скажет уж классно здесь у нас молния и есть карман на липучке ну допустим телефон положить если нет карманы в ключики положить какую-то мелочь может быть кошелек потом закрываем это с вами на молнию молния работает прекрасно на плечо и по магазинам смотрится красиво и экологично да не надо эти пакеты покупать 10 красиво их love весна home текстиль в общем я в восторге с этой стороны никаких надписей с этой never look back классная правда хорошая длина тоже покажу вам как смотрится что я довольна она и не супер большая до чтобы идешь и вот кажется просто так даже на море можно с ней ходить вообще классно надо себе посмотреть еще другие расцветки мама брала какую-то помните с цветочками но там нет внутреннего кармана и нет молнии и последнее что я заказала это девочки полотенца здесь надо что-то говорить я любительница кошек но есть собачек маленьких очень люблю больших собачек люблю смотрите называется набор полотенец рогожка пушистые части три штуки увидела надо брать обожаю новые кухонные полотенца у них изольна тоже потрясающий но смотрите вот такой вот котик я надеюсь вам видно счастье красота обожаю обожаю красиво у них полотенце на любой вкус только для тебя вот такой вот котик вы творите ровно сшиты нет никаких претензий у этих полотенец нет петельки вот что могу сказать но я никогда не вешаю кстати мой и розовый цвет но это прям марсюша слушайте каждый пуст день с улыбки начинается бомба девочки бомба вообще очень нравится и так как следующий год у нас год кролика я тоже взяла набор не знаю оставлю себе либо знаете по одному полотенцу к новогоднему подарку называется набор полотенец рогожка роджер три штуки размер 40 на 60 я вам говорила лучше берите рогожку либо изо льна красивые тоже здесь уже есть петелька может там не просто не нашла но здесь вот есть если кому-то это важно вот такой вот зайчик ой какой прекрасный слушается вот такие вот зайчики с морковкой обнимаются и еще один вот такой зайчик ну красиво мне кажется на любую кухню подойдет смотрится здорово они хорошо стираются хорошо гладятся быстро не выцветают при стирке в общем девчонки вот такой у меня заказ от любимого василька я вам все ссылочки по возможности оставлю если на что-то не оставила то значит просто этого позицию раз купили и конечно же подписывайтесь на их соцсети потому что там в первую очередь вы увидите все новинки все пересмотреть конечно невозможно а так очень удобно ссылочки тоже оставлю и обратила внимание на то что у них сейчас появился способ доставки боксбери я еще не пробовала но он тоже находится прям рядом со мной посмотрим по скорости доставки потому что прошлый раз я оформляла заказ к сожалению озон я не нашла пришлось заказывать через дек но тоже очень удобно все марсюша хочет ко мне зайти сейчас я сделаю вам примерку и как раз туда вставлю но вы продолжаете смотреть мой влог ну какова красота девчонки зацвела белая герань посмотрите чисто белая внутри красные тычинки еще будут цветочки и вот здесь вот тоже скоро появится я такая довольная такая счастливая не видела же этот цветочек тоже неплохо у нас пошел видите у нас а тот который как бутончик растет такой маленький шарик а есть еще которые высоко растут их рядочками тоже так красиво сажать этот вообще не знаю она когда зацветет но тоже долго радовал но вот это вот красота я сгоняла за кормом заодно купила вот такие вот сливовидные помидоры хочу засунуть их сегодня в сушилку и попробовать сделать вяленые помидоры и заодно хурму хурма стоит 130 рублей килограмм помидорчики 55 рублей килограммчик и здесь я еще взяла зелень но это у нас просто нужно корм марсель кушает у нас вот такой hills для котят с удовольствием и глория тоже собственно говоря лопает я читала что а взрослым кошкам нельзя давать если они полненькие потому что этот корм калорийный но глори у нас стройняшка поэтому с удовольствием есть ничего плохого не происходит ну что давайте все помоем и начнем с вами все засовывать сушилку в прошлом влоге я показывала вам свой заказ faberlic но я его на самом деле давно отсняла уже видите пользуюсь половина практически нет слушайте вообще не пахнет ни кофе не тирамису очень странно приятная конечно отдушка такая косметическая но вообще не кофе не тирамису а я рассчитывала на это но за своей задачей по устранению запахов справляется на ура и просто руки мыть здесь такая приятная кремовая консистенция что запускаем и моем не смогла найти затычку куда дели придет там и так сушилку вы мои уже знаете я на нее делала обзор это великие реки знаете сейчас смотрю вот здесь вот рецепт помидор вяленых нет посмотрела в интернете короче режем пополам солить походу не надо все специи в конце и поставим на 60 градусов что ли там написано от маленького к большому на на сразу на 60 до поставлю как яблочки давайте попробуем и Продолжение следует... Ну все, я, девчонки, нарезала. У меня получилось 2,5 ряда помидорок. Надеюсь, я правильно сделала, но первый раз посмотрим. Может вообще не понравится. И один ряд хурмы. Хотела порезать вот так кружочками, но семечки, блин, зараза. Поэтому порезала вот таким образом. Тоже посмотрим, понравится или нет. Сейчас пока поставлю. Пусть начинают готовиться. Так, сейчас подключу. Поставила на 60 градусов. Надеюсь, я сделала правильный выбор. Но я читала, что в духовке вялят на 90. Поэтому я думаю, будет нормально. Потом все на 70 поставлю. И вот здесь я сделала один ряд пустой. Ну, для циркуляции воздуха. Не знаю, надо или не надо. Если что, потом уберу. Вообще, надеюсь, вкусно получится. И про вот эту вазочку тоже сразу скажу. По-моему, спрашивали. Слушайте, девчонки, этим цветочком уже больше месяца. Прикиньте. И стоят. Ну, уже, конечно, не первой свежести. Но стоят же. Это, значит, у меня просто вот такая вот вазочка аквариум. Отдельно продавалась. А вот эта подставка от горшка из фикс прайс. Мы горшок отдельно поставили. А это прям как-то так стильно, мне кажется, смотрится, да? Ну, уже пора выкидывать. Вот эту цветочку вообще подсох. Такой запах выходит от помидор кисленький. Это уже, девчонки, следующий день. Я до сих пор сушу помидоры. Вчера они у меня стояли 10 часов на температуре 65 градусов. И вот сегодня с утра я встала. На ночь я как-то не рискую оставлять, если честно. И они уже у меня вот такие. Но этого еще, конечно, недостаточно. Я их переворачиваю, меняю местами. Ну, в общем, сушим. Я купила баночку. Хурма, девочки, кайф. Ладно, пока переворачивать не буду. Пусть так сушится, потому что только недавно перевернула. Поставила один лишний поддон, потому что написано, нельзя ставить меньше трех. Вот видите, вот здесь вот. Эх, на всякий случай оставила. Хурма-бомба. Вот. Все, что осталось, лопаем с удовольствием. Вы знаете, продают на рынках такие. Висят на ниточке в белой обсыпке. Один-один. Просто вкуснятина. Вчера еще ходила в магазин, купила баночку. Вот я ее помыла. Сейчас надо собрать. За 199 рублей в магнит-косметик. Была пониже, повыше. Вот такая вот. Мне кажется, хорошенькая. И была еще фикс-прайс. Тоже покажу вам сегодня покупки. Надо сообразить, как это было. По-моему, вот так просто было. Помидоры меня сегодня явно не выпустят на улицу. Надо держать их под контролем, досушить. Наконец-таки предлагаю не отступать от традиции и сделать какую-нибудь масочку. Сегодня у меня две новинки в моей косметичке. Это вот такая маска Alex Skin Pure and Shine. Насколько я поняла, она грязевая, очищающая маска. Ее я еще не делала. Поэтому ничего сказать не могу. Но выглядит она очень красиво. Их фирменный кубик. И цвет просто потрясающий. Давайте, наверное, сделаем сегодня не ее. Оставим на какой-то другой влог. Сегодня сделаем вот эту пудровую масочку крымскую с лифтинг-эффектом. Как ее делать? Смотрите, и салонный эффект. Конечно, у нее очень красивое оформление. Собственно говоря, на что я и клюнула в магазине. Увидела и все. Мне так понравилось. Это так выглядит красиво. Вот пудра из винограда. Богата антиоксидантами. Способствует укреплению стенок сосудов. Тонизирует кожу. Оказывает регенерирующее действие. Измельченные лепестки розы снимают воспаление. Улучшают цвет лица. Бело-голубая кембридская глина. Абсорбирует вредные вещества. Из верхних слоев кожи сужают поры. Способствует легкой подтяжке овала лица. Овсяные хлопья витаминизируют и очищают кожу. Ну, просто не маска, а какая-то мечта. Еще я заметила, что у крымской косметики очень много продуктов из розы. Ну, как-то, знаете, мне не очень нравится по запаху. Кстати, вот как нам с вами ее размешивать. Состав тоже покажу. Дождь, ну, она прям такая натуральная, да. Интересно. Так, а вот способ применения. Смешать пудру с питьевой минеральной водой, жирным маслом, тоником или травяным отваром. Довести до консистенции сметаны. Нанести маску на чистую кожу умеренным слоем. Избегая область вокруг глаз и губ. Через 15 минут смыть теплой водой. При необходимости нанести увлажняющий крем. Ну, супер. Это, кстати, не тестируется на животных. Отлично. Давайте с вами это сделаем. Продолжение следует... Вы только посмотрите на этих сладеньких котиков. Видели несколько кадров до этого, как они мило спали под пледом. Замерзли. Глория вот не мерзнет, все нормально. Марсельчик замерзает, поэтому я его укрываю полотенцем. Надо какое-нибудь ему одеяло прикольненькое. Слушайте, заказала я еще один рулон обоев. Если получится, на этой неделе на выходные съездим, посмотрим лепнину с вами наверх. Вот, знаете, по моим ощущениям, два рулона мало, хотя комната вроде маленькая. Но мы решили и за шкафом тоже заклеить, чтобы все было вот прям идеально красиво. Конечно же, комната преобразится. Шторы буду менять, потому что эти и убитые. Знаете, вообще думаю, может точно такие же поехать купить, только другой расцветки. Потому что они смотрятся, конечно, очень красиво. Тоже взять какие-нибудь бежевые, золотой горошек, и сюда будет, мне кажется, шикарно. Вот, ну, мурашки пока. Вот, видите, эта стенка такая обычная, а эта какая красивая. Тоже вот прям нужна сюда лепнина, видите, еще не доклеили, все сделаем, и будет вообще очень-очень красиво. Ссылку я всем вроде покидала, кто просил на эти обои. Ну, 15 минут, маска полностью не застыла, идем смывать и смотреть на результонки. Мне очень нравится результат. Смотрите, поры посветлели, тон кожи выровнялся. Конечно, не буду тут стоять и фантазировать по поводу лифтинг-эффекта, овал подскочил. Конечно же, нет, но кожа свежая, поры слегка очищены, ну, можно сказать, процентов на 50, и все супер. Там, где немножечко кожа подсыхала, конечно, был дискомфорт и чувство стянутости. Там, где был жирный слой, все супер. Поэтому, если вдруг будете покупать, наносите жирным слоем, и все супер. Ну, а если высохло, чем-нибудь побрызгать, каким-нибудь гидролатом. Мне кажется, за свою стоимость, 285 рублей, вообще замечательная маска. Надо посмотреть теперь и в сторону. Я взяла лифтинг, а была еще очищающая, по-моему. Вот, так что, если будем в этом магазинчике в хосте, то посмотрим что-нибудь еще у них интересненького. Ну, и вы напишите, что любите из крымской косметики, потому что я толком ничего не пробовала. Вот эти вот духи смотрела в виде крема. Ну, что-то мне как-то ничего по аромату и не понравилось. А еще я была сегодня в магазине Фикс Прайс. Сейчас вам покажу, какие я нашла там новинки. И на что я подсела просто вкуснятина, девочки. Это корнерсы. Все. Для меня это вкуснее, чем чипсы. И хочется верить, что они менее вредны, чем чипсы. По вкусу мне напоминают очень вкусный сырный попкорн. Обалденный просто. Доктор Кернер. Смотрите, у меня нежный сыр. Вообще, бывают вот здесь еще нарисованы розмарин и оливковое масло, томаты, базилик. Но я думаю, что нежный сыр это самые вкусные. Поэтому я взяла себе 4 пачки. Одну я уже слопала. И 3 пачки я взяла дома. Вот они, девчонки, новинки. Достала, чтобы не шуршать. К Хэллоуин уже привезли коллекцию, но я не увидела чего-то нового. Но взяла вот такую вот свечку. Она, смотрите, с ароматом тыквенного пирога. Я не уверена, что мне это понравится. Вряд ли я ее буду зажигать. Но мне кажется, для атмосферы осенней это будет красиво. И Марселю очень подходит. Я ее распакую и, допустим, поставлю здесь. И вот такая вот интересная ваза. Это банка и сверху плетенка. Новая коллекция. Свечка, кстати, стоит 59 рублей. А вазочка 299. Покажу, что еще есть из этой коллекции. Вот так выглядит наша ваза. И вот она коллекция. Была вот эта корзина плетеная, но она была без одной ручки. Свечки я нюхала, мне не понравились по аромату. Хотя там была одна с ароматом чистоты. Но она неприятно пахла. Вот такое зеркало. Декоративное солнце. Часы и декоративный ящик. В общем, вот такая вот новая коллекция. Смотрите, ваза стеклянная с плетеным декором. 12 сантиметров. Стекло, джут, сталь. Ну, мне кажется, очень такая интересная и стильная вещь. Можно вот и цветочки какие-нибудь сушеные поставить. Наверное, оставлю здесь. Ну, посмотрим. И вот так смотрится вазочка с цветочками. Слушайте, симпатично смотрится. Мне кажется, очень даже хорошо. Но у меня обычно вот в этой девочке эти цветы. Поэтому я верну на базу. Слушайте, как мне нравятся обои. Они такие красивые. Прям вот они меня вдохновляют. И мне хочется на их фоне снимать. Может, это звучит глупо. Но на самом деле это круто. Когда вас что-то вдохновляет. Тем более просто обои. Вот, так что вазочка классная. Свечка вот такая. Она совсем не пахнет, конечно, тыквенным пирогом. Но такая осенняя атрибутика. Кто любит делать красивые фотографии. Можно завтраки какие-нибудь интересные сделать. Мне кажется, неплохо. Слушайте, надо купить сюда тоже какие-нибудь цветочки. Будет здорово. Так что вот такие у меня покупки из магазина FixPrice. Кажется, мы на финишной прямой. Наконец-таки высохли помидоры. Девочки, сушила их долго. Наверное, где-то в общей сложности сутки. А может, даже больше. В итоге поставила на максимальную мощность. Это у меня 70 градусов. Ну, короче, долго-долго. Мне такое не нравится. Если честно, я люблю побыстрее. Но, к счастью, они высохли. Заправку мы с вами будем делать такую. Посмотрела в интернете. Это прованские травы. Можно все по отдельности. Но я почитала в составе как раз то, что и нужно. Вот. Ну, вы знаете все. Также чесночок и вот такое вот оливковое масло взяла. Мы сейчас с вами все это замутим. Значит, объединяем, подогреваем и собираем. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-таки вяленые помидорки готовы и находятся в банке. Теперь они, наверное, должны пропитаться. Но, слушайте, выглядит это очень вкусно. Я думаю, оливковое масло, которым мы с вами сейчас заливали со специями и с чесноком, потом пригодится для салатов. Может быть, на нем можно что-нибудь пожарить. Ту же яичницу, почему бы и нет, на ароматном вкусном масле. Надеюсь, я все сделала правильно и нам понравится. Ну, а вы оставляйте свои советы, как вы вялите помидорки, что я не так сделала. Но, если честно, процесс очень долгий. И повторить мне бы его, наверное, не хотелось. Но если это вкусно и это того стоит, то почему бы и нет. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся уже в следующем влоге. Пока!